Тему с некачественным озеленением города поднял депутат Андрей Анохин, отправив запрос к губернатору, суть которого — саженцы не прорастают, так как их берут за рубежом. Аппарат городоначальника с разбегу не удивишь, выяснилось, проблему уже решают. Брать отечественные саженцы пока негде, но за несколько лет проблему решат, питомники построят. И ни к чему депутату присваивать себе такие инициативы. Правда, утверждать, что питомников нет совсем некорректно, хотя у многих в буквальном смысле выбили землю из-под ног. Сейчас в местах, где когда-то росли цветы, возвышаются коттеджи или торговые центры. Питомники находились в тех местах, в пригородах, земля которых сейчас цена на эту землю очень высокая. И поэтому часть из них распродалась. Ну а те, что остались, в основном работают на частных заказах, желающих устроить возле скромного пятиэтажного частного домика мини-сады. В последнее время все больше и больше. Контакт с районными администрациями налажен плохо. Обращаются лишь отдельные муниципалы, и то во вторую очередь. Правда, с завидным постоянством, когда нужно исправлять допущенные ошибки. Я не знаю, кто у них там проектирует вот эти вот все вещи, да. Но они из года в год, например, каждый год мне звонят весной и спрашивают елки обыкновенные, потому что те елки, которые они посадили в прошлом году, они сдохли, и нужно посадить новые. На иногда слабое развитие деревьев влияют не столько климат и пресловутая дорожная соль, но и человеческий фактор. Возможно, причина в неправильных стимулах у официальных городских садовников. Если тому, кто исполнит работу, платит за то, что он все время сажает, то ему финансово интересно, в конце концов, все время сажать. К сожалению, у нас до сих пор еще не очень разобрались, не очень придумали критерии, а что такое хороший парк. За примерами далеко ходить не надо. Фасад законодательного собрания украшает разновидность цветочного произведения искусства. Но красота обманчива. Проблема с этим ландшафтным дизайном в том, что он, ну видите, здесь цветовая гамма какая-то есть, но он постоянно требует возобновления и пересадки. То есть это однолетники, их нужно все время, даже в зависимости от сезона менять, очень дорогостоящие. И быстро устаревающими деревьями и цветами засажено полгорода. К тому же не исключено, что в заграничных оранжереях, зная о долгой транспортировке, дополнительно накачивают саженцы, что еще сильнее помогает им стареть. Также, по словам экспертов, за границей к посадке другой подход. Просчитывают все досконально. Почву, газоустойчивость. Они гоняются за количеством. В неделя зеленения. Коплеемку воткнули и поехали дальше. Об условиях, что будет через три года с этим деревом, как оно будет развиваться, какой грунт вокруг, сможет ли корни питаться достаточно, об этом уже речи не идет. Инициатива создания питомников подведомственных городу, конечно, хороша, но сама по себе. С учетом озвученных недостатков, проблему зеленых легких не решить. Если мне нужно, не знаю, купить картошку, я не покупаю картофельное поле. Не еду, не занимаюсь высаживанием этого всего. Если мне нужно, не знаю, зуб починить, я не покупаю стоматологический кабинет. В ближайшие два года можно будет ощутить первые изменения в зеленых насаждениях или же наоборот, не ощутить. В очередной раз для решения проблемы чиновники предлагают менять ситуацию вокруг, хотя, возможно, иногда полезно меняться самим. А не экспериментировать бюджетными деньгами, рискуя закопать в землю очередную кругленькую сумму. Александр Буренин, Кирилл Легоньков, Кирилл Ершов. Новости 24 Петербург.